здрасте а ну объясните а почему там это российские войска типа на украине там потому что могут как для чего вы спросили зачем вот я вам отвечаю чтобы вы спросили а зачем это вот для этого не ругай конечно конечно это а что во что-то смущает да какую там воевать вы меньше телевизор глупости смотрите по телевизору и все у вас будет жизнь хорошо и танки кончится учение в крыму неудивительно это же наша территория где мы состоять много америке что представляете у нас есть граница и мы вдоль нее имеем право ставить там кто там в той страны это вообще-то их проблемы я не понимаю есть ростовской области а у нее есть границы вот-вот вдоль нее и ставят танкеры вдоль чего ставить еще не понял где там твои танки где там танки стоят без понятия ну по границе по границе потому что можем ну да вы сможете грузию завода территории грузии зачем украины вы крыль даже можете забрать реки него ты можешь крым забрать ну вы как будто вчера только проснулись прям давно уже в территории россии вот давайте представим себе что я например из бангладеш давайте представим себе что я из бангладеш как я должен узнать что крым это украина и вот представляю хоть не представляю на ты зная бань Крым это украины ты зная на break а вы так как об этом чтобы он знаю давай прямо представим нашу крым а не на самом деле крым ты это украина представишь ты к риму точно давайте представим а по факту что получается крем украины эту. И как об этом узнать? Блянь, куда его? В Америку позвони тебе скажут это. Или куда? В ООН его. Куда позвони? Куда хочешь? Любую европейскую страну. Любую. Кто его? Не в Россию, да. Не, подождите. Подождите, подождите. Причем тут европейские страны? Мало ли кто что говорит. Как ты что говорит? А что нам в Астуше? А любую американскую. Любую европейскую. Любую американскую. Любую африканскую карту. А, вы по картам ориентируетесь? А там есть Украина по факту? Куда звонить? А ну скажи, куда звонить? Куда звонить? Ну да, что Крым... Позвоните в Центробанк Украины и спросите, как там... Или в налоговую службу Украины, как там получают налоги? Почему его нету в Крыму? Долбоебно. Ну хватит, хватит. Вы появитесь в кадре-то, что вы там спрятались? Почему нет в Крыму? Долбоеб. Кого нет в Крыму? Не ругайтесь. РЖД. РЖД. РЖД есть в Крыму. Ну что, не в себе что ли? Не в себе что ли? Что? Заходите на сайт rjd.ru и покупаете билет в Крым. А в Крыму РЖД нет? Как нет в Крыму РЖД? Только до моста она довезет, а после моста уже, сука, не РЖД. Вы откуда это знаете? Вы с чего это взяли? С чего это взяли? Да посмотри, блядь. Вы нормальные люди? Вы с Ютубом пользоваться умеете или вас забанили уже давно? Ты, блядь, ну... Вас в Ютубе, что ли, забанили? Вы пользоваться Ютубом не умеете? Что тебе еще вопрос задать? Пишите, вокзал, Севастополь, и смотрите, как там поезда РЖД стоят, людей грузят. А если я напишу, вокзал, Киев, блядь, ебать, и поеду, блядь, стука, во Владивосток, так что, это будут украинские, блядь, нахуй, железо дорожные? Поезд, поезд, если такой поезд ходит, то поезд будет украинским, конечно. А при чем здесь поезд? Я говорю, компания. А поезда кому принадлежат? Так вот, блядь, компании, блядь, поезда, они, сука, блядь, берут, меняют волоны, на которых не написано РЖД. Да с чего вы это взяли? У вас телефон есть? Да посмотри, забей, блядь, же это такая компания, блядь, Крыма. У вас есть телефон мобильный? Есть. Умеете пользоваться интернетом? Давай, как вы. Ну куда вы убегаете? Я вам помогу. Я вас научу, если вы не умеете пить. Ты, чувак, первый вопрос, какой я тебе задал, что я уже забыл. Что я задал? Заметно. Заметно. Что вы забыли? Так а что я задал? Надо меньше пить, больше трезвую жизнь вести. Тогда у вас с вопросами будет меньше проблем. Мы можем отдыхать, и можем с вами общаться. Как он? Командир или капитан, или кто-то там. Капитан, да, наверное? Генерал-майор. А, вспомнил, майор. Меня повысили вообще-то дважды. А, уже полковник стал? Сначала до генерала. Нет, подожди, четырежды. Как четырежды? Ну, вот так. Я не помню, кто там в серединке, но потом был генерал, генерал-лейтенант, генерал-майор. Все. Вообще, сразу майор, потом там что-то полковник идет, да, это... Я не военный человек, я в этом не разбираюсь. Нам так дают. Не, я по тебе вижу, ты такой... Нам так дают звание. За выслугу минут. Так, я вернулся. Он майор. Пользоваться телефоном умеете? Вот этот, который вернулся. Что у нас в Украине плохо это? Смотри, нет, тебя слушать не буду. Сразу набирают. ЦБ в Крыму, правильно? ЦБ в Крыму? Центральный банк России в Крыму. Причем тут Центральный банк? Нет, Центральный банк в Москве находится. Понял. Он не может находиться где-нибудь еще. Пишите РЖД. Нет, сейчас я напишу. Российский банк в Крыму. Угу. Напишите. Майор. Да нет, мне просто интересно, что вы сможете там накидывать. Да ничего он не найдет там. Действительно. Люди там, у них там натуральный обмен. Я тебе ботинки, а ты мне, значит, молоко. Нету там возможности карточками пользоваться. Там люди все. Не живут. Вымер Крым как таковой весь. А что случилось? А кто сделал это? Да это был сарказм. Я понимаю, что здесь табличка не загорается. Ну что поделать? Не прикол это. Это ваше. Ну что там? Какой банк есть в Крыму? Расскажите мне. Не, есть, ну там. Ну что значит, есть, ну там. Ну только коммерческие у вас там банки. Ну да, у нас все банки коммерческие. У нас вообще нету некоммерческих банков в России. Государственных. Центральный банк, да, он как раз. Центральный банк это такая структура, своеобразная. Но он тоже не государственный. А чей? Это очень интересно, а чей он? Ну это своеобразная структура, которая является подразделением. Почему на российских рублях написано билет? Так получилось исторически. Еще на екатерининских деньгах было тоже написано билет. Подожди, подожди, подожди. Роматя, ты знаешь, что такое билет? Ну аббревиатура билет. Ну расскажите мне. А забей в Википедию билет, тебе напишут, что такое билет. Тебе, сука, все станет ясно. Я не понимаю, что вы придираетесь к словам? Деньги и деньги. Какая разница, как их называют? Да не к каким словам. А как переводится дом? Да никак. Есть номинал, есть купюра, а есть билет, блядь. И что? Вы же понимаете? У меня такое ощущение, что вы не понимаете, что такое деньги. Это про ваш банк, кому он подчиняется. У меня такое ощущение, что вы не понимаете, что такое деньги. Давайте про банки закончим. Если разобраться, вам раздают билеты. Ты знаешь, кто их раздает? О, бог ты мой. Давайте так. Вы найдите там про банки, а я вас просвещу. В любой стране существует валюта, которая имеет определенное название. Понимаете? А то, какое определяющее слово, значения не имеет. Сейчас я подожди, сейчас видео покажу. Что, что? Ищите банки. Рубли, купюру покажи сейчас. Билет Банка России там написано. В чем проблема? Что тут смотреть? Кстати, на 200-рублевый Крым нарисован. Не, если пластиковый у вас 100-рублевый. Ну, в последнее время вообще практически все деньги они из ткани делают. Ткань до пластика. Не из бумаги же. Что, билет у вас? Билет, билет. Билет он сам знает. Но тут он не готов разговаривать. Про банки, сейчас про банки. А что там не разговаривать? Ну, так они называются. Ну, какая разница? Билеты, покажи билеты. Как ты думаешь, почему? Что такое билет? Билет? По сути, что такое билет? Что, что дает эта бумажка? Билет. Это эквивалент? Это эквивалент труда человеческого. Подожди, ты в России? Подожди. Деньги это эквивалент человеческого труда. В России, да, возьми 100 рублей. У тебя 100 рублей же есть? У меня с собой нет. Как нет его? Даже 100 рублей? Ну, вот так. Ну, а слушайте, у вас же есть телефон. Откроете вы в Яндекс, там, в Гублина. Пишите 100 рублей. Вам покажут, как она работает. Написано, в Билет Банка России, номинал 100 рублей. В Билет Банка России там есть? Да, конечно. Блин, сука. Это ассигнация, понимаете? То есть, это эквивалент. Что, на гривнах? На гривнах я не в курсе. Может и есть. Блин, ну вот, я тебе, полкинки это. Полкинки это. Открывай это. Ну, вы же думаете, я буду сейчас всматриваться и читать буквы, которые там написаны? Будинок Украинского Центральной Рады. Что я тебе дальше буду... Национальный банк Украины. 50 гривен. Голова, я боже, и роспись. Все это. Больше нет. Ну, правильно. Нет, как билетеней у нас нет. Нет билетеней. Билеты билетеней. А билеты... Что вы привязались к слову билет? Я понимаю, в чем проблема? Ну, билет и билет. Дальше что ли? Это деньги. Билет на поезд, вас же не смущает. Билет на самолет. Я очень, Глеб, я вообще очень порадовал. Смотри, чувак, у меня в кармане есть чуть-чуть больше. Сколько вашей зарплаты за месяц у меня в кармане? Ты видел это? Россия отходит от обращения бумажными деньгами. Мы на 80% расплачиваемся безналичным путем. Это вы там. Мы просто не видим наличные. Вот смотри. Да не надо мне показывать, все равно ничего не видно. Давайте ваш коллега там по поводу банков расскажет. Ну, чего, нету там банков ни одного? Каких станционных банков нет? Банки есть в Крыму, говорю, или нету? Кончились все. Или вы что ищете? Ну, есть банки. Так. Работают? Ну, так вот. Открылись, закрылся, блядь. Понятно. Двой открылся. Бедные люди. Так, и что? Бедные. Не считаю. Я просто не понимаю, в чем ваши претензии. Что там Сбербанка нету, но он не хочет там работать. Это коммерческие организации имеют право. Где хотят, там работают. А в Крыму не хотят? Хотят везде работать, в Крыму не хотят? Ну, они не везде хотят. У нас сотни и сотни населенных пунктов, где Сбербанк не работает. Почему его в Крыму земли забирают? Наши земли это. Наши? А вы крымчанин, что ли? Я украинец. Ну, мало ли что. Это моя территория. Ваша земля, как говорится, там, где вы живете, где ваша квартира, там ваша земля или дом. А там ваша земля. А там крымчан земля. Почему вы залезли на мою территорию и забираете их? Это вы профукали своих сограждан, и они решили, что вам с ними не по пути. И пошли в другую сторону. Иди нахуй туда. Заебали, блядь. Жизнь, тебя там. О! Смотри! Какая железная дорога у вас ходит в Крыму. Знаешь? Не РЖД! Я ничего не вижу, вы их боком держите. Блин, вот бог бесса. Ну, что такое, а? И как с этим быть? Ну, что такое, а 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 что такое. Спасибо.